Здравствуйте! Предположим, что вы бросаете камень под углом горизонта. Как зависит дальность полета камня от угла, под которым вы бросаете камень? Конечно, жизненный опыт подсказывает, что если вы будете бросать камень под очень маленьким углом, то он быстро упадет на землю. А если под очень большим, то он сначала взлетит высоко вверх, а потом приземлится, но тоже не очень далеко. Значит, нам есть смысл до какого-то момента увеличивать угол. Но при каком-то значении угла его увеличение уже не будет приводить к увеличению дальности полета, а наоборот, будет его уменьшать. Сразу оговоримся, что камень мы бросаем с одинаковой по модулю начальной скоростью, а также мы не учитываем сопротивление ветра и так далее. То есть на падение камня влияет только сила тяжести. Как же определить, какое изменение угла будет приводить к увеличению дальности полета, а какое к изменению? Если нам удастся построить график зависимости дальности полета от угла, то сделать это не составит труда. А если график построить не удастся? Хорошо бы иметь способ определять промежутки возрастания и убывания функции, не прибегая к исследованию ее графика. Для этого мы будем использовать производную. Мы уже знаем примеры функций, которые монотонно возрастают на всей области определения. Например, показательная и логарифмическая функция при основании большим единицы. Если основание от 0 до 1, эти функции будут уже монотонно убывать. Также мы знаем примеры функций, которые на некоторых промежутках возрастают, а на некоторых убывают. Например, у равно х² убывает на промежутке от минус бесконечности до 0 и возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности. Давайте вспомним определение возрастания и убывания функции. Функция y равно f от x монотонно возрастает на промежутке ab, если для любых x1 и x2, которые принадлежат этому промежутку, выполняется следующее. Если x1 больше x2, то f от x1 больше, чем f от x2. То есть чем больше аргумент, тем больше значение функции. Функция y равно f от x монотонно убывает на промежутке ab, если для любых x1 и x2, которые принадлежат этому промежутку, Выполняется следующее. Если х1 больше, чем х2, тогда f от х1 меньше, чем f от х2. То есть чем больше аргумент, тем меньше значение функции. Как же определить, убывает или возрастает функция на том или ином интервале? Мы с вами уже знаем, что скорость роста или убывания функции – это значение ее производной. Можно показать, что значение непрерывной функции в окрестности точки убывает, если производная в этой точке отрицательная, и возрастает, если положительная. Таким образом, мы получаем, что если функция дифференцируемая в некоторой области, то есть на промежутке в каждой точке есть производная, то вычислить промежутки возрастания или убывания этой функции очень просто. Достаточно просто посчитать производную, а потом определить ее знак. Вернемся к нашему примеру с дальностью полета камня. Дальность полета зависит от угла броска и начальной скорости следующим образом. Вычислим производную от данной функции по углу. Мы получаем такое выражение. Нас будет интересовать значение угла от 0 до 90 градусов. Найдем нули производной. Косинус 2 альфа равен 0. Соответственно, альфа это π на 4 плюс πк пополам. На промежутке от 0 до π пополам находится только 1 0 производная. Это π на 4. Определяем знаки производной на интервалах. И получаем, что дальность полета растет при увеличении угла от 0 до 45 градусов. А при дальнейшем увеличении угла дальность полета начинает убывать. Из этого несложно сделать вывод, что дальность полета будет максимальной при угле броска 45 градусов. Рассмотрим несколько примеров на исследование промежутков возрастания и убывания функции с помощью производной. На рисунке изображен график функции y равно f от x, определенной на интервале от минус 6 до 8. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна. Мы с вами знаем, что производная положительна в точке, если в окрестности этой точки функция дифференцируема, непрерывна и возрастает. Значит, подходящие точки с целыми абсциссами это минус 2, минус 1, 5, 6. Всего точек 4, значит, ответ 4. И как мы с вами определили, что функция возрастает? При движении слева направо ее график идет вверх. Поэтому мы видим, что функция возрастает от минус 3 до 0, не включая, и от 4 с небольшим до 7. На рисунке изображен график производной функции f от x, определенной на интервале от минус 11 до 3. Найдите промежутки возрастания функции f от x, в ответе укажите длину наибольшего из них. Обратите внимание, что нам дан график не функции, а ее производной. Мы с вами знаем, что функция возрастает на тех промежутках, на которых ее производная не отрицательна. Значит, это промежутки от минус 11, не включая, до минус 10, включая, от минус 7, включая, до минус 1, включая, и от 2, включая, до 3, не включая. То есть это те промежутки, в которых график производной лежит выше оси ОХ. Как вы видите, самый длинный из этих промежутков, это промежуток от минус 7, включая, до минус 1, включая. Его длина равна 6. Ответ 6. На рисунке изображен график производной функции. И 8 точек на оси абсцисс от х1 до х8. В скольких точках функция возрастает? Давайте вспомним, что функция возрастает в тех точках, в которых ее производная принимает положительные значения. Значит, нам подходят точки х4, х5 и х6. То есть это те точки, в которых график функции лежит выше оси Ох. Ответ 3. Необходимо найти промежутки возрастания и убывания функции у равно х куб минус 27х плюс 1. Итак, область определения этой функции – это все действительные значения х. Давайте найдем производную заданной функции. Это 3х квадрат минус 27. Как вы видите, производная функции определена во всех точках. Поэтому давайте перейдем к поиску точек, которых она равна нулю. 3х квадрат минус 27 равно нулю. Получаем, что х равен плюс минус 3. Критические точки разбивают область определения производной на 3 промежутка. Найдем ее знак на каждом промежутке. Функция возрастает на тех промежутках, на которых ее производная положительна. То есть функция у равно х куб минус 27х плюс 1 возрастает на промежутках от минус бесконечности до минус 3 включая и от 3 включая до плюс бесконечности. Функция убывает на тех промежутках, на которых ее производная отрицательна. То есть функция убывает на промежутке от минус 3-х ключа до 3-х ключа. Необходимо найти промежутки возрастания и убывания функции. Давайте найдем производную заданной функции. Нам нужно найти производную от частного двух функций. Находим ее по формуле и получаем x4 минус 8x разделить на x4. Теперь давайте найдем критические точки, то есть точки, в которых производная равна 0 или не определена. Производная x4 минус 8x разделить на x4 не определена в точке x равно 0. Теперь давайте найдем нули производные. x4 минус 8x равно 0. Выносим их за скобки и получаем, что x равен 0 или x равен 2. Критические точки разбивают область определения производной на 3 промежутка. Найдем ее знак на каждом промежутке. Итак, наносим точки на числовую ось. 0 мы выкалываем, а 2 мы не выкалываем. Получаем такие промежутки. Как вы видите, функция возрастает на промежутках от минус бесконечности до 0 не включая и от 2 включая до плюс бесконечности. А убывает на промежутке от 0 не включая до 2 включая. Подведем краткие итоги. Для решения рассмотренных примеров необходимо уметь находить производную функции, решать неравенство методом интервалов, понимать, что функция возрастает в тех точках, в которых производная положительна, и убывает в тех точках, в которых производная отрицательна. Как мы уже выяснили в задаче про дальность полета камня, максимальная дальность полета камня достигается при броске под углом 45 градусов, то есть в той точке, где производная равна 0. Действительно, если функция сначала росла, а потом начала убывать, то в точке, в которой произошла смена, функция достигла максимального значения. И наоборот, если функция сначала убывала, а потом начала возрастать, то в точке смен она достигла своего минимума. Давайте сформулируем строгое определение экстремума функции, то есть максимума или минимума. Точка х0 называется точкой локального максимума, если существует ее окрестность, для всех значений х, которой, за исключением самой точки х0, выполнено следующее неравенство. f от х меньше, чем f от х0. При этом f от х0 называется локальным максимумом. То есть если значение функции рядом с точкой меньше, чем значение функции в этой точке, эта точка называется локальным максимумом. Ну и аналогично с минимумом. Точка х0 называется точкой локального минимума, если существует ее окрестность, для всех значений х, которой, за исключением самой точки х0, выполнено следующее неравенство. f от х больше, чем f от х0. При этом f от х0 называется локальным минимумом. Точки экстремума – это х-овые значения, экстремумы – это у-вые значения. То есть точки экстремума – это те точки, в которых достигается максимальное или минимальное значение, а сами экстремумы – это именно значения функции. Сколько может быть локальных экстремумов у функции? Ни одного, один, два, три и так далее, и до бесконечности. Например, у синуса бесконечно много локальных минимумов и максимумов – это точки минус один и один соответственно. Обратите внимание, что термин локальный максимум не тождественен термину максимальное значение функции. Давайте вот рассмотрим такой пример. Вы двигаетесь по холмистой местности. Предположим, вы шли в гору и, начиная с некоторого момента, начинаете двигаться вниз. Это значит, что вы взобрались на вершину холма – это локальный максимум. Но ведь вы не можете знать, не начнется ли через некоторое время движение опять в гору, и не придется ли вам взбираться на еще более высокий холм. То есть, если функция достигает в некоторой точке локальный максимум, то это означает только то, что в некоторой окрестности этой точки все значения функции будут меньше. Можно рассмотреть и такой пример. Если в вашем классе выбрали самого высокого мальчика, то он не обязательно будет самым высоким в школе. Но для вашего класса он локально будет самым высоким. С другой стороны, если среди всех классов школы отобрали самых высоких мальчиков, то искать самого высокого мальчика школы нужно именно среди них. То есть, глобальный экстремум непрерывной функции, если она не уходит на плюс или минус бесконечность, можно искать только среди ее локальных экстремумов. Например, любая парабола с отрицательным старшим коэффициентом имеет в своей вершине глобальный максимум. Он же будет ее локальным максимумом. То есть, глобальный и локальный максимумы в этом случае совпадают. А минимума ни локального, ни глобального у такой параболы нет, поскольку ее ветки уходят на минус бесконечность. То есть, функция может принимать, сколь угодно, маленькие значения. В задачах, если не оговорено иное, мы будем искать локальные экстремумы. А как же найти экстремумы непрерывной дифференцируемой функции? Как вы видите, слева от максимума функция возрастает, а справа убывает. И наоборот, с минимумом. Слева от минимума функция убывает, а справа возрастает. Значит, чтобы точке у функции был экстремум, ее производная в этой точке должна менять свой знак. То есть, если производная функции в точке х0 меняет свой знак с минуса на плюс, то в этой точке у функции локальный минимум. Если же с плюса на минус, то локальный максимум. При этом, значение самой производной в этой точке должно равняться нулю. Соответственно, алгоритм поиска локальных экстремумов следующий. Сначала нужно найти нули производной. Затем определить точки, в которых знак производной меняется с плюса на минус, то есть это максимумы. Или с минуса на плюс это минимумы. Важно помнить, что если производная в точке равна нулю, такие точки называются стационарными, то это еще не означает, что в этой точке у функции будет максимум или минимум. Давайте рассмотрим, например, функцию у равно х куб. В точке х равно нулю ее производная равна нулю, однако не меняет знак, то есть остается положительной. И по графику мы видим, что в этой точке экстремума у функции нет. Таким образом, условие того, что производная равна нулю, является необходимым, но недостаточным для существования экстремума. Рассмотрим примеры решения задач на нахождение экстремума в функции. На рисунке изображен график функции у равно f от x, которая определена на интервале от минус 5 до 7. Найдите количество точек экстремума в функции f от x. Точками экстремумов являются точки локального максимума или минимума функции, то есть те точки, в окрестности которых функция принимает не большие или не меньшие значения, чем значения функции в данной точке, соответственно. Таких точек на графике 7. Значит, ответ данной задачи 7. На рисунке изображен график производной функции f от x, которая определена на интервале от минус 8 до 3. В какой точке отрезка от минус 3, включая, до 2, включая, функция f от x принимает наибольшее значение? Давайте посмотрим на промежуток от минус 3 до 2. Производная принимает неположительные значения, а значит функция на этом промежутке убывает. Поэтому наибольшее значение она принимает в левом конце отрезка, то есть в точке минус 3. Ответ минус 3. Функция y равно f от x определена и непрерывно на отрезке от минус 5, включая, до 5, включая. На рисунке изображен график ее производной. Найдите точку x нулевое, в которой функция принимает наименьшее значение, если выполнять такое условие f от минус 5 больше либо равно f от 5. То есть значение функции в точке минус 5 больше либо равно значению функции в точке 5. Наименьшее значение функция может принимать в точках минимума или на концах области определения. Необходимо найти точки минимума функции, то есть те точки, в которых производная равна нулю и меняет свой знак с минуса на плюс. Как вы видите, такая точка одна, это 3. Значение функции в точке 5 не может быть меньше значения функции в точке 3, так как на промежутке от 3, включая, до 5, не включая, функция возрастает. Значение функции в точке минус 5 больше значения функции в точке 5 по условию. Следовательно, оно также не может быть меньше, чем значение функции в точке 3. Ответ. Наименьшее значение функция принимает в точке 3. Кроме нахождения локальных экстремумов функций на всей области определения, может возникнуть необходимость исследовать ее на каком-то отрезке. Как найти максимум и минимум непрерывной и дифференцируемой функции на каком-то отрезке? Мы можем найти все локальные экстремумы функций на этом отрезке. Достаточно найти все точки локальных экстремумов и выбрать из них те, которые принадлежат данному отрезку. Однако мы не знаем, как себя ведет функция вне концов отрезка. Поэтому возможны ситуации, когда функция достигает экстремальное значение на концах отрезка. Поэтому алгоритм нахождения максимума или минимума функции на отрезке выглядит следующим образом. Сначала нужно найти экстремальные точки функции, которые принадлежат отрезку. Потом найти значение функции в экстремальных точках х пункта 1 и в концах отрезка. А затем выбрать из полученных значений максимальное и минимальное. Рассмотрим несколько задач на нахождение экстремума функции на отрезке. Необходимо найти наименьшее значение функции на отрезке, от минус 2,5 включая до нуля включая. Найдем производную функции. Эта функция сложная, поэтому берем производную по частям. Сначала берем производную от логарифма, а потом умножаем на производную от внутренней функции. А производная от 3х это просто 3. В результате мы получаем 3х плюс 6 разделить на х плюс 3. Найдем критические точки, то есть точки, в которых производная равна нулю или не определена. Так как знаменатель это х плюс 3, то производная не определена в точке х равно минус 3. Производная равна нулю в точке х равно минус 2. Наносим данные точки на числовую ось, расставляем знаки и давайте дальше ее исследовать. Мы видим, что в точке минус 2 у нас минимум, так как производная меняет знак с минуса на плюс. А в точке минус 3 у нас был бы максимум, если бы функция в этой точке была определена. Но в данном случае сначала функция слева от минус 3 возрастает, а потом просто убывает. В самой точке минус 3 функция не определена. Отрезку, которую мы рассматриваем, от минус 2,5 включая до нуля включая, принадлежит только одна точка экстремума, это минус 2. Найдем значение заданной функции в этой точке и на концах отрезка. Итак, подставляем значение минус 2,5 вместо аргумента. Получаем минус 7,5 плюс 3 натуральных логарифма от 2. Важно отметить, что так как мы ищем минимум именно функции, а не производные, то мы подставляем минус 2,5 в выражение функции. В точке минус 2 получаем минус 6. В точке 0 получаем минус 3 натуральных логарифма от 3. Поскольку натуральный логарифм это монотонно возрастающая функция, то из этого неравенства следует, что натуральный логарифм 2 больше, чем 0,5, а натуральный логарифм 3 меньше, чем 2. Мы получаем, что минимальное значение это минус 6. Ответ минус 6. Найдите наибольшее значение функции на отрезке от нуля включая до π пополам включая. Сначала вычислим производную. Это минус 12 sin x плюс 6 корней из 3. Найдем нули производной, для этого приравняем ее к нулю. sin x равен корень из 3 пополам. На указанном промежутке только один ноль производной, это π на 3. Вычислим значение функции в концах промежутков и в нуле производной. Итак, значение функции в нуле это 18 минус 2 корня из 3π. Значение функции в π на 3 это 12. π пополам это корень из 3π плюс 6. Как вы видите, максимальное значение функции на отрезке равно 12. Ответ 12. Подведем краткие итоги. Для решения рассмотренных примеров необходимо знать условия существования экстремума функции, уметь находить нули производной, понимать, что экстремальные значения функции на отрезке могут достигаться не только в точках локальных экстремумов, но и на концах отрезка. Рассмотрим графики двух парабол. y равно x квадрат и y равно минус x квадрат. Про первую параболу говорят, что она выпукла вниз, а про вторую, что она выпукла вверх. Глядя на графики, интуитивно это понятно. Но давайте же с вами попробуем определить, чем отличаются графики этих двух функций. Если мы соединим любые две точки первой параболы, то часть графика между точками окажется под отрезком. А если второй, то над отрезком. Хоть это и нельзя назвать строгим определением выпуклости функции, для рассматриваемых нами гладких функций этого достаточно. Но определить, на каком промежутке функция выпукла вверх, а на каком вниз, по этому определению не всегда можно. Для этого нужно строить график функции. Но если бы мы умели находить такие промежутки без графика, то наоборот, могли бы использовать полученные результаты для построения графиков. Оказывается, что определить направление выпуклости функции в точке помогает вторая производная. Если значение второй производной положительное, то функция выпукла вниз. Если отрицательно, то наоборот вверх. Запомнить это легко с помощью рассмотренных парабол. У параболы у равно х квадрат, вторая производная равна 2. То есть положительно. А сама парабола выпукла вниз. Ее график вы вряд ли забудете. А у функции у равно минус х квадрат, вторая производная отрицательна. А сама парабола выпукла вверх. Если же вторая производная меняет свой знак в некоторой точке, то эта точка называется точка перегиба. То есть в этой точке функция меняет направление своей выпуклости. Примером такой точки может быть точка 0 для кубической параболы у равно х куб. Давайте решим несколько примеров на нахождение промежутков выпуклости функции с помощью второй производной. Нужно найти интервалы выпуклости вверх и вниз, а также точки перегиба графика следующей функции. Итак, функция определена и непрерывно на всей числовой прямой. Давайте найдем вторую производную. Сначала находим первую производную, а потом берем производная от производной. Получаем 3 вторых умножить на х минус 1. Теперь давайте найдем критические точки второй производной. То есть 3 вторых умножить на х минус 1 мы приравняли к нулю. х равен единице. Определим знаки второй производной на полученных интервалах. Таким образом, график функции является выпуклым вверх на интервале от минус бесконечности до 1 не включая и выпуклым вниз на интервале от 1 не включая до плюс бесконечности. При переходе через точку х равно 1 вторая производная меняет знак, поэтому в данной точке существует перегиб графика. Рассмотрим второй пример. Нужно найти интервалы выпуклости вверх, вниз, а также точки перегиба графика следующей функции. Функция определена и непрерывно на всей числовой оси. Давайте найдем вторую производную. Первую производную берем производную от произведения, упрощаем ее и получаем х квадрат плюс 4х плюс 1 умножить на е в степени х. Теперь берем от этого выражения вторую производную. Это также производная от произведения, упрощаем ее и получаем х квадрат плюс 6х плюс 5 умножить на е в степени х. Найдем критические точки второй производной. Для этого вторую производную приравняем к нулю. У нас получается два уравнения. Либо х квадрат плюс 6х плюс 5 равно нулю, либо е в степени х равно нулю. Но так как мы знаем, что е в степени х это показательная функция, значения которой всегда положительны, то в данном случае решений нет. Нам остается решить только квадратное уравнение. х1 это минус 5, х2 это минус 1. Теперь определим знаки второй производной на интервалах. Таким образом, график функции является выпуклым вверх на интервале от минус 5 не включая до минус 1 не включая, и выпуклым вниз на интервале от минус бесконечности до минус 5 не включая, и от 1 не включая до плюс бесконечности. В обеих критических точках существуют перегибы графика, так как вторая производная при переходе через них меняет знак. Подведем краткие токи. Для решения рассмотренных примеров необходимо знать, как зависит выпуклость функции от знака ее второй производной в точке, уметь вычислять значения первой и второй производной функции в точке. В жизни мы иногда сталкиваемся с задачами на поиск оптимального решения. Например, при покупке обуви в магазине. Предположим, что перед вами стоит выбор. Купить недорогую обувь А, срок изнашиваемости которой полгода. Или купить дорогую обувь Б, срок изнашиваемости которой 3 года. Понятно, что в первом случае вы одномоментно тратите меньше денег, чем во втором случае. Но зато на длинной дистанции можете потратить значительно больше. То есть за 3 года вам придется купить 6 пар недорогой обуви. Все зависит от соотношения стоимости и целей использования обуви. Или если туристы собираются идти в поход. Они могут набрать много воды, но тогда они быстро устанут от тяжести и не смогут уйти далеко. А если воды взять мало, то она быстро закончится, и они тоже не смогут далеко уйти. Наконец, с похожей проблемой мы столкнулись с задачей про бросок камня. Слишком пологая или слишком навесная траектория уменьшали дальность броска камня. В любом случае, когда у нас есть 2 и более параметра, которые меняются в противоположные стороны, то возникает задача на оптимизацию. Необходимо подобрать соотношение параметров таким образом, чтобы интересующий нас результат был оптимальным. Давайте рассмотрим метод решения задач на оптимизацию на примере одной из самых простых задач. Имеется проволока длины L. Требуется осогнуть ее так, чтобы получился прямоугольник, который ограничивает по возможности наибольшую площадь. Обозначим одну из сторон прямоугольника через X. Тогда другая его сторона будет L пополам минус X. А площадь это X умножить на L пополам минус X. Или минус X квадрат плюс L пополам умножить на X. Поскольку мы ищем прямоугольник максимальной площади, то нам необходимо найти максимум этой функции. Такую задачу мы уже умеем решать. Вычисляем производную и находим ее нули. Производная функция это минус 2X плюс L пополам. Ноль данной функции это L разделить на 4. Слева от этой точки производная положительна, справа отрицательна. Значит в этой точке функция достигает максимума. Тогда другая его сторона будет L пополам минус X нулевое равно L разделить на 4. То есть наш прямоугольник оказывается квадратом. Полученное решение задачи можно резюмировать в форме следующей теоремы. Из всех прямоугольников, которые имеют один и тот же периметр, наибольшую площадь имеет квадрат. Проанализируем ход решения задачи. Сначала мы обозначили за неизвестное параметр X, который мы можем менять. В данном случае это была сторона прямоугольника. Затем выразили параметр, который мы оптимизируем, в данном случае это площадь, через X. Используя данные в условии ограничения. Периметр прямоугольника должен равняться длине проволоки. Дальше задача сводится к уже известной. Найти максимум или минимум функции. В конце необходимо проанализировать полученный результат. Понятно, что сторона прямоугольника не может иметь отрицательную длину и так далее. Теперь давайте запишем этот алгоритм. Необходимо выделить сначала изменяемый параметр, который мы ищем. Потом выразить оптимизируемую величину через параметр из пункта 1. Для этого используются данные в условии ограничения. Найти экстремум, полученный в пункте 2 функции, и значение изменяемого параметра, при которых он достигается. И в конце нужно проанализировать полученный результат. Давайте решим несколько задач по этому алгоритму. Из имеющихся досок можно построить забор длиной в 200 метров. Требуется огородить этим забором прямоугольный двор наибольшей площади, используя для одной стороны двора стену. Давайте обозначим одну из сторон двора через х. Тогда другая его сторона будет равна 200 минус 2х, а его площадь будет равна следующему выражению. х умножить на 200 минус 2х, или минус 2х квадрат плюс 200х. Наибольшее значение этой функции достигается ею при х нулевом, равном 50. Итак, сторона двора, перпендикулярная к стене, должна равняться 50 метров. Откуда для стороны, которая параллельна стене, получается значение 100 метров? То есть двор должен иметь форму половины квадрата. Нужно разложить данное положительное число а на два слагаемых так, чтобы их произведение оказалось наибольшим. Обозначим одну из искомых слагаемых через х. Тогда второе слагаемое будет равно а минус х. А их произведение это х умножить на а минус х, или минус х квадрат плюс ах. Наибольшее значение достигается при х нулевом, равном а пополам. В таком случае, а минус х нулевой равно а пополам, и стало быть, оба слагаемых должны быть равны друг другу. Например, для числа 30 допускаются такие разложения. Но все полученные произведения меньше, чем 15 умножить на 15, то есть чем 225. Подведем краткие итоги. Для решения рассмотренных примеров необходимо знать алгоритм решения задач на оптимизацию, уметь находить экстремум функции. Мы с вами уже разбирали схему исследования функций, однако это было до темы производной. Теперь мы с вами умеем исследовать функцию на монотонность и выпуклость, что позволяет сделать гораздо больше выводов о функции, а также точнее построить график. Итак, сформулируем теперь схему исследования функций. Сначала нужно найти область определения функции и, если возможно, область значений функции. Дальше ищутся нули функции, то есть точки пересечения с осью ОХ и точка пересечения с осью ОУ. Дальше исследуется четность-нечетность, а также периодичность функции. Следующие это промежутки монотонности, экстремумы, это первая производная. Потом идет выпуклость функции и точки перегиба, это вторая производная. И дальше мы можем уже с вами строить график функции. Исследуем по этому алгоритму две функции и построим их графики. Нужно провести полное исследование и построить график функции. Итак, область определения функции – это все действительные значения х, кроме 3 и минус 3. Найдем точки пересечения графика с осями координат. Пересечение с осью ОХ. Для этого мы нашу функцию приравниваем к нулю. Получаем уравнение. Так как мы ОДЗ уже учли, числитель приравниваем к нулю. Получаем, что х квадрат равен нулю, соответственно, х равен нулю. Находим пересечение с осью У. Для этого выражения подставляем х, равное нулю. Получаем, что у равен нулю. Следовательно, график функции пересекает обе координатные оси в начале координат, то есть в точке 0,0. Область определения функции симметрична относительно начала координат. И f от минус х равно f от х. Следовательно, функция четная, ее график симметричен относительно оси ОУ. Найдем производную функции и критические точки. Находим производную отношения и получаем минус 90х разделить на х в квадрате минус 9 в квадрате. Получаем, что производная равна нулю, когда х равен нулю, и производная не определена в точках плюс-минус 3. Критическая точка х равно 0 и точки разрыва х равно плюс-минус 3 разбивают область определения функции на 4 части, определив знак производной в каждой из них. Следовательно, функция возрастает на интервалах от минус бесконечности до минус 3 и от минус 3 до нуля, а функция убывает на интервалах от нуля до трех и от трех до плюс бесконечности. Точка х равна нулю – это точка максимума. Максимум функции – это у от нуля, то есть 0. Теперь найдем вторую производную функции. Мы получаем, что вторая производная не может равняться нулю, а не определена в точках минус 3 и 3. Значит, график функции не имеет точек перегиба. Точки разрыва х равно плюс-минус 3 разбивают область определения функции на 3 части. Давайте определим знак второй производной в каждой из них. Следовательно, график функции выпуклый вверх на интервале от минус 3 до 3, а выпуклый вниз на интервалах от минус бесконечности до минус 3 и от 3 до плюс бесконечности. Теперь на основании проведенного исследования строим следующий график. Проведем полное исследование и построим график такой функции. Так как в данном случае корень нечетной степени, то область определения функции – это все действительные значения х. Найдем точки пересечения графика с истями координат. Пересечение с осью х. Для этого функцию приравняем к нулю. Получаем, что х равен нулю или х равен 6. Пересечение с осью у. Для этого функцию подставляем х равно нулю. Получаем 0. Следовательно, график функции пересекает обе координатные оси в начале координат, то есть точки 0,0, и пересекает ось ух еще и в точке а с координатами 6,0. Область определения функции симметрична относительно начала координат, но f от минус х не равно минус f от х и не равно f от х. Следовательно, функция общего вида, ее график, не является симметричным относительно оси у или начала координат. Давайте найдем производную функции и критические точки. Находим производную и получаем такое выражение. Производная равна нулю при х, равном 4, и производная не определена при х, равно нулю, и х, равно 6. Таким образом, критическими точками являются точки 0, 4, 6. Критические точки разбивают область определения функции на 4 части. Определим знак производной в каждой из них. Следовательно, функция возрастает на интервалах от минус бесконечности до нуля и от 4 до плюс бесконечности. Функция бывает на интервале от нуля до 4. Точка х, равна нулю, это точка максимума, а точка х, равна 4, это точка минимума. Максимум функции и минимум функции это 0 и приблизительно минус 3,2 соответственно. Найдем вторую производную функции. Получаем. Вторая производная функции никогда не равна нулю, и она не определена при х, равно 0, и х, равно 6. Таким образом, критическими точками являются точки 0 и 6. Критические точки разбивают область определения функции на 3 части. Давайте определим знак второй производной в каждой из них. Следовательно, график функции выпуклый вверх на интервале от 6 до плюс бесконечности, а график функции выпуклый вниз на интервале от минус бесконечности до 6. Точка А с координатами 6,0 – это точка перегиба графика функций. Теперь на основании проведенного исследования строим следующий график. Итак, на этом уроке мы рассмотрели связь производной и монотонности функций, а также мы научились находить экстремальные точки функции и экстремумы функций на отрезке, а также решать задачи на оптимизацию. Кроме того, мы изучили связь выпуклости функций и второй производной, а также провели полное исследование нескольких функций. На следующем уроке мы рассмотрим интегралы. Спасибо за внимание. На этом наш урок окончен. По оси Ай движение тела равноускоренное, так как действует только ускорение свободного падения. Тогда координата у меняется по закону для равноускоренного движения. Данный закон выглядит следующим образом. у равно v0 t минус g t квадрат разделить на 2. По оси Ох движение равномерное. Значит, х равно v0 х умножить на t, где v0 у и v0 х – это проекции вектора начальной скорости на оси координат. Итак, составим систему уравнений. v0 х равно v0 косинус альфа, v0 у – это v0 синус альфа. Это мы получили по определению тригонометрических функций из прямоугольного треугольника. Подставим полученную формулу в х и у. Нам необходимо найти координаты точки B. Так как у-ковая координата равна нулю, давайте решим уравнение, где у равен нулю. Отсюда выразим момент времени. У нас получатся два корня. t равно 0 и t равно 2v0 синус альфа разделить на g. Понятно, что точки B соответствуют момент времени 2v0 синус альфа разделить на g. Поэтому давайте подставим t и найдем х в этот момент времени. х равен v0 в квадрате синус 2 альфа разделить на g. Это будет абсцисса точки B, то есть дальность полета камня. Может показаться странным, что мы включили точку, в которой производная равна нулю, и происходит вмена знака. И в промежуток возрастания, и в промежуток убывания. Напомним, что по определению, функция f от x возрастает на промежутке от a до b, если для любых x1 и x2 из этого промежутка выполняется следующее. Если x1 больше, чем x2, тогда f от x1 больше, чем f от x2. Так как в точке B функция достигает максимума, и функция возрастает, то значение функции в точке B больше значения функции любой другой точки на этом промежутке. Поэтому точка B подходит под определение. Аналогично точка B подойдет и под определение убывающей функции на промежутке от b до c. Поэтому включать B в оба промежутка – это не ошибка. Хотя правильнее считать, что функция в этой точке не растет и не убывает. Вот, например, 0. Мы 0 не включаем ни в положительные числа, ни в отрицательные. Рассмотрим возрастающую функцию в некоторой окрестности точки x0. По определению, производная – это пределы отношения приращения функции к приращению аргумента. Поэтому, если мы рассматриваем случай, где x находится правее, чем x0, то есть x больше, чем x0, знаменатель у нас будет больше 0, так как функция возрастающая, числитель будет тоже больше 0, соответственно, производная в точке x0 будет положительна. Аналогично можно доказать и с убывающей функцией. Если функция убывает, то производная в точке отрицательная. Можно доказать и обратное утверждение. Если производная положительная, то функция возрастает. Если отрицательная, то функция убывает. Представим, что нам дана нитка и задача ограничить на карте государства наибольшие площади. Как нам поступить? Наибольшую площадь мы выделим, если ограничим круг. Так и сделала Дидона. Согласно легенде, город Карфаген основала Дидона. Она попросила местного царя предоставить ей участок земли для создания небольшого поселения. Царь долго не соглашался, но в итоге разрешил Дидоне и ее свите взять себе столько земли, насколько хватит шкуры одного быка. Забив самого большого быка, которого только смогли найти ее люди, Дидона разрезала его шкуру на очень узкие полоски и обнесла им максимальную по площади территорию, выложив их в форме окружности. Царь был удивлен и покорен умом Дидоны и отдал ей то, что она просила. Вывод можно сформулировать так. Кривая заданной длины будет ограничивать фигуру максимальной площади, если она является окружностью. Продолжение следует...